Что пишет салфетками? Показывает, как открывать салфетки. Внизу маме. Все смотрят, да? Если есть какие-то слушательные хлопки, это значит он уже какой-то за углом открывает салфетки. А бобров или нет? Потому что всегда мучаешься, там зубами, они плотно склеены, ножа нету. Пишется с мусоркой, мусорка ножа мы всегда там, чтобы природные не миссия, а вы все покружите, ветерая покидают вокруг, вокруг там 500 бумажек, тряпок, пусты лежат там, все разложено, так аэродром сейчас разлетит самолет. Салфетки. 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 Что здесь у нас есть? Сейчас. Если представить на фоне какого-то пейзажа, это не очень сильно. Салфетки. 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 Не видно? Что там стоит. Салфетки. Методом Александра боброва. Салфетки. Мастер классно заключается в чем. чтобы мы могли нарисовать, а потом все это растереть, чтобы у вас не было боязни. Нарисовали стерли, еще раз направили, пол стола стерли, и получается не ракотворная штука. Я буду показывать, как это все стираем. Красные жалейте, то есть если пожалейте, то есть будут проблемы в будущем. Народная примета. Обычно намечаем, то есть прозрачные используются, только кистью. Намечаем кистью легкой прозрачной красочкой. Почему синяя? Синяя она может войти в ткань работы. Если, допустим, красные, черные, они будут вылетать. Налогично. Обычно рисуется и самая идея, что по ней, где, вот, что находится. Значит, все, вот, все, вот, все точки. В центре компонировать нельзя, то есть, ну, как бы, как бы, вот, то золотого сечения рисуем. Золотого сечения, вот где, вот, четыре точки золотого сечения. Вот в этих местах, то есть, есть такая концентрация, внимание, ну, человеческого взгляда. В этих местах состоит, там, яблоко, в этом месте, там, кувшин стоит, вертикально. И вещь будет работать. Или в этом месте, там, проходит стол. Здесь не смеется, что глаза стоят. То есть, изначально, уже, гармонично должно быть, для распределения. Примерно, закомпоновали, и начинаем заливать масло. Рисунок исчезнет, но, в голове, у них, как бы, есть. Писать надо ярко. Практически, писать надо открытыми цветами. Для чего? Чтобы его потом использовать, в работе. Так как мы смешиваем все время на холсте, то эти открытые цвета не будут перемешиваться с вашими масками, да, и он постепенно исчезает, ну, он поджигает вот эти верхние слои. Рисунок исчезнет. Если писать прозрачно, то холф белый светится и краска горит. Она становится ярче по яркости и сущности. А если с белилами, то она такой ярко не будет. Сначала мы с тихином нарисовали, а сейчас мы будем снизить. Места забрасываю, что получится. Может быть пейзаж. Вот в этом углу. Может быть пейзаж. Солнечный, алмазный. В дворе какой-нибудь. Может быть ночной пейзаж с отражением. Может быть. Аминь. Может быть. 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 Продолжение следует... 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 светло-голубовато, я сразу виду, что она более другая тряпка, то есть это как бы зрение исправляется можно уточнить, все не убивать, то есть можно оставлять, что-то добавлять и начинается внешний слой верхний, они начинают работать и вот это начинается живопись, живопись это же борьба переделка, можно там мастихинами что-то снять здесь пока снимать не будет, вы же поняли как снимается, если еще большая паста, ее можно снимать а где тонкий слой, там не особо получится можно пальцем рисовать, самый тонкий инструмент скажите, а вот этот желтый, яблочко, желтый, это чистый тоже цвет или он все-таки... не, он с чем-то смешался, ну сюда просто, ну да, кто-то красный-желтый, если чуть больше желтого, да, он к оранжевому пойдет а это как? ну, из двух цветов практически вечно описано, просто можно уточнить, уточнить деталировку когда пишите массами, да, любая точка, она работает провели там складочку, она тоже на 200 процентов, то есть вы верите и можно на любой стадии бросать работу, она будет закончена все даже сложно закончить, а он пишет, уже сразу закончено, все время закончено пока друг не пройдет и не отлечет, да, что-то не запорол но если подробно все рисовать, то есть досконально, да, работа умирает на глазах прямо то есть она становится статичной, мертвая, то есть и превращается в... мы не импрессионисты, мы пришли у вас, импрессионисты и превращается в натюрмор, сами, да, это слово такое, в мертвую мотору то чтобы она была живой, то есть нельзя вот до конца все рисовать подробно, то есть, или деликатно все это рисуется, очень легко, свежо вот есть такой понужный как виноградов, прошлого века он нарисует все, вот если вот эту ситуацию нарисовал бы, да, он все бы мольберты все бы нарисовал, и был бы великолепно, свежо, чисто импрессионизм ну а вы будете ли это прорисовывать, или уже остановитесь? практически все закончится, я потом что-то уточню, то есть вместе с вами вы будете писать, а я буду уточнение ну а уже секретов уже не увидите, когда вы будете с вами писать ну ладно, сейчас извините, это у вас окно по вашим вене? ну понятно это окно или нет? вот это окно это где-то на улице стоит, в матюрморке, в саду и падает солнышко получаем вот тут, ну еще палоком-то ну может чуть жестковат, но надо еще пустить если не убеждает, да, значит надо над этим работать надо если у вас не верит ну вот вы что-то смешиваете уже начали так это секрет пошел да, это секрет ты говоришь, что не смешивать, а сам смешивая я просто краску в краску набираю и уже только куда же видите, где его выкачу потрясающе заключение куча вопросов задавайте, потому что оно дает различные темы можно что-нибудь вспомнить а если не пейзаж, вот там, на данном плане, а допустим стенка была бы такое возможно? ну да или лучше этого не придерживаться? можно все, что хотите это может море быть, ночной пейзаж может быть тогда это будет залито теплым электричеством можно сейчас написать могу сейчас мазку пейзаж дать пишу потому что вчера у меня там на холсте 5-6 картин меняется народ только успевал фотографировать все стирается выкрутите, не тудите так можно убедить а воздух может писать? воду? ну как? на воду? на воду? ну что мало воды что? на воду а скажите, какая у нас система? мы все-таки, что? какие-то главные пятна сейчас рисуем? и фон? или что мы делаем? и фон, какой хотите делать вам надо тоже фантазию включить потому что, ну блин, вот каждый нарисует напишите ночной город на фоне ночного города, в огнях стоит на терморде можно не всю тряпку тряпка пошла по диагонали только центр но могу сейчас начать и показать на маленьком да? а это потом будет дорисовывать потом, если вернуться к началу по поводу общего тона вот есть мнение, что у вас доминирует лиловый, розоватый, в общем тоне это вот как объяснить теоретически кто каким глазом смотрит один глаз он теплый, другой холодный то есть если не теплый ну какой-то из них просто я не помню кто-то в зеленых гаммах кто-то фиолетовый особенности уже зрения ну да у манер старости удалили хрусталик из одного глаза ну как было фиолетовое сиреневое такое место белого вот эти знаменитые линии лилии и вот такие краски фиолетовые как раз после этого было написано то есть он стал видеть ультрафиолетов хрусталика нету, но он не задерживает он одним глазом видел нормально а вторым у него там все было фиолетов не, ну да, бывает а раз фиолетовый, раз не, то есть реально чисто вот эти психологические, физические особенности бывают